Всем привет! В этом видео поговорим о том, что спецоперация России на Украине навсегда изменит мировую экономику. Французское интернет-издание Element сообщило, что спецоперация России на Украине полностью изменит мировую экономику, которая уже не будет такой, как прежде. Французские эксперты призывают западный мир готовиться к худшему – сильному росту инфляции, падению промышленного производства и росту безработицы. Если до этого мир столкнулся с последствиями пандемии, которые привели к рекордному, но правда краткосрочному падению ВВП, преимущественно в странах США и Европы, то последствия антироссийских санкций миру еще предстает ощутить. И эти последствия будут носить глобальный характер и растянутся на неопределенный во времени период. Любопытно, что западные СМИ обвиняют Россию в своих же экономических проблемах, хотя эти проблемы обнажились еще во втором квартале 2021 года, когда о проведении спецоперации на Украине никому не было известно. К концу 2020 года развитые страны мира отказались от пандемийных ограничений на фоне сообщений о начале массовой вакцинации населения. Промышленное производство перезапустилось, люди вышли на работу, и возник повышенный спрос на ресурсы и электроэнергию. Это подстегнуло вверх котировки на углеводороды, отчего в наибольшей степени пострадали экономики США и Евросоюза. Ситуация усугубилась раздачей собственным экономикам гигантской суммы ничем не обеспеченных субсидий кредитов. Рекордное увеличение денежной массы вкупе с ростом цен на энергоресурсы привели к рекордному всплеску инфляции и в США, и в Европе. К февралю этого года, то есть еще до начала спецоперации России на Украине, инфляция в США достигла рекордной отметки в 7,9%. Темпы роста цен в США практически догнали российские показатели, при том, что в России ключевая ставка была в 7,5%, а в США 0,25%. Рекордная инфляция в феврале была зафиксирована и в Европе в размере 6,2%. Подчеркну, огромные проблемы в американской и европейской экономике начались еще до обострения ситуации на Украине, и спровоцированы они были резким ростом цен на энергоресурсы и дальнейшей неспособностью американской и европейской финансовых систем сдерживать дальнейший рост цен в США и ЕС путем печатания ничем не обеспеченных денег и раздачи беспроцентных кредитов собственному бизнесу. Обострение ситуации на Украине и введенные антироссийские санкции лишь усугубили экономические проблемы западных стран. Совсем скоро европейские и американские СМИ будут пестреть сообщениями об очередном рекордном росте цен, остановке очередных заводов и фабрик, дефиците продовольствия и росте безработицы. Виновным во всех этих бедах по традиции назовут России. Вот только едва ли простым жителям станет от этого легче.